Это Финам.ФМ. Меня зовут Юрий Пронько. Начинаем нашу ежедневную вечернюю интерактивную программу «Реальное время». И сегодня наш компетентный с вами собеседник Алексей Кудрин, руководитель комитета гражданских инициатив. Алексей Ильинич, вечер добрый. Добрый вечер. Рад вас вновь видеть. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые господа. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.ФМ. Наш портал в интернете. Там для ваших писем и там же идет прямая веб-трансляция. То есть вы нас можете как слушать, так и смотреть. Пользуйтесь всеми средствами коммуникации. Задавайте свои вопросы. Я думаю, Алексей Кудрин с удовольствием ответить не только на мои, но и на ваши вопросы. Алексей Ильинич, я сблокировал для себя три темы, которые хотел бы с вами обсудить. Если позволите, начну с финансов. То, что вам очень близко. То, чем вы занимались и занимаетесь долгое время. Пожалуйста. Смотрите. Значит, на оборонно-промышленный комплекс России заявлено выделение в ближайшие годы 20 триллионов рублей. Сумма астрономическая. Не мне вам говорить об этом. С другой стороны, я получаю заявление главной военной прокуратуры, которая утверждает, что от 30 до 40 процентов бюджетных средств, направляемых по статье оборонзаказ, гособоронзаказ, разворовывается. Я хочу услышать мнение не просто человека, а профессионала. Стоит ли в нынешней ситуации делать такие ассигнования? Понимаю, что да, статья о нацбезопасности очень важная, все эти направления важны. Но, с другой стороны, понимаю, что гигантские средства так и не дойдут до АПК. Ваш взгляд? Я не могу сейчас согласиться в полной мере, что 30-40 процентов мы не знаем. И в том числе военная прокуратура не знает. Это есть некие оценки на основе, может быть, отдельных дел, которыми они занимались. Такое обобщение, оно смелое, но мы можем предположить, что какие-то есть такие серьезные опасения. Но, когда готовится программа наспех, когда действительно нет глубокой проработки, в том числе с промышленностью, по каждому изделию, по перспективам, по графику, то можно предположить, что значительное выделение денег или не будет освоено, или оно будет как раз освоено. Именно таким образом, что деньги-то потратим, но результат получим меньше. И это способствует, вы знаете, когда идет такой взрывной рост расходов, то, как правило, это сразу работает на повышение цен. Вот цепочка доходит иногда до 16 звеньев тех, кто поставляет технику и комплектующие. Это, как правило, очень сложная продукция. Она имеет много таких звеньев, кооперации. И, ну, что там сначала компоненты, потом узлы, потом узлы поставляются дальше, и потом это все монтируется где-то на самом конце, на сборке. Вот. То, конечно, каждый старается поучаствовать вот в этом разделе пирога. И сразу начинают завышать цены. Когда вот такие только обещания еще только даются, сразу идет взрывной рост цен одновременно. Вот в чем беда. Я однажды участвовал в анализе такой цепочки по атомно-подводным лодкам. Вот когда там резко расширяется заказ, завышение цен на некоторых стадиях достигает несколько раз. Как правило. Но на некоторых изделиях, вот при поставках, начинаешь разбираться, почему это происходит. Те сборщики, которые принимают продукцию, они говорят, ну, мы не знаем, мы же не специалисты там в области какой-то электроники, например. Ну, они теперь заявили. Вот у них, они представили вполне такие объяснимые доказательства. Вот. Ну, мы же не можем перепроверить. Это рынка здесь, как правило, нет. Вот в этой продукции здесь монополизм главенствует. Причем это неизбежно. Поэтому контроль должен быть очень серьезным. А параллельно, вот, как я говорю, такой проверки досконально не проходит. Поэтому можно предположить, что вот эти 20 триллионов, а я всегда доказывал, что не было проведено достаточно качественной проработки с промышленностью. По всем возможностям и качеству, и ценам. И мы это убедились в прошлом году, когда, вы помните, Министерство обороны бодалось с предприятиями непрерывно. Уже шел второй год программы, а еще не были утверждены, то есть подписаны некоторые соглашения. Это как раз шла речь о бодании по ценам. Вот. Это говорит о низком качестве проработки программы. Тогда в таких случаях всегда есть поле для, ну, как мы говорим, мутная вода, в которой вот кто-то пытается... Кто-то может заработать, да? Ксения Ильич, на ваш взгляд, отставка министра обороны Анатолия Сердюкова очень сложная тема. Господин президент заявляет, что лично к нему нет претензий. Но, тем не менее, на слуху у всех и оборонсервис, и компания «Славянка», которая обслуживала жилищное, коммунальное хозяйство, Минобороны. Все-таки это коррелирует именно с финансами. Получается так? То есть отставка вызвана, в первую очередь, финансовыми скандалами? Да, ну, я вижу некие системные проблемы вот в том, что произошло, поскольку шла речь о очень... о перестройке армии, о некой реформе. В том числе и реформе обслуживания всех подразделений и воинских частей, и жилищно-коммунального комплекса. Министр обороны, как правило, говорил, что поскольку я снимаю солдат с кухни, с чищения картошки, с котельных, с уборки полотцов, они все у меня уходят на работу по боевой подготовке. Мы не знаем, в какой степени это все было выполнено, но, тем не менее, он действительно опережающе заключал соглашение по обслуживанию. И не всегда, мне кажется, это тоже, опять же, вот эта модель была продумана до конца. И, конечно, там тоже, видите, нашлись, по-видимому, люди, которые злоупотребляли на этом деле. Я, знаете, я сын офицера, и с рождения до 14 лет прожил в военных гарнизонах. Здесь вам это близко. Ну, мне на это очень тяжело смотреть. И не только как министру финансов, когда мы понимаем, что, знаете, когда Медведев приезжает в армию и говорит новобранцам, знаете, средства связи у вас устарели, и они должны быть новыми и качествами, и мы из Минфина деньги выбьем, то потом выясняется, знаете, такого масштаба деньги, которые даются, давно должны были бы обеспечить всех средствами, связями и индивидуальной защитой. А этого не произошло. Вот это всегда вызывает вопрос. Но не происходит это по причине именно казнократства? То есть в этом причина? Вы знаете, казнократство только часть, неэффективность. Вот некоторые задачи... То есть не решены системные вопросы. Некоторые задачи могли решаться иными средствами. Если бы лучше подготовились, то более качественно и дешевле. Вот. Потому что когда делается как авралом, такая же ситуация сейчас с жилищным строительством в Министерстве обороны. Ну, эти факты, в общем, озвучены. Вот. Я повторяю, я не могу кого-то конкретно обвинять. Это пусть следствие показывает. Но сама работа была организована крайне плохо, неэффективно. Сергей Леонидович, ну и вот в связи с этой отставкой заговорили очень много о том, что президент Владимир Путин приступил к реальной зачистке, в том числе ближайшего своего окружения. Что это сегодня вот прозвучала такая мысль от одного из экспертов, что это стало представлять угрозу для самого президента, неподконтрольность чиновников. Тот пакт, который был заключен ранее, своих не сдаю, да, вот эта известная расхожая фраза Владимира Путина уже не сработала. На ваш взгляд, действительно мы становимся свидетелями и непосредственными участниками широкой антикоррупционной борьбы или уж простите, это президент вынужденно делает, нашел стрелочника, уж простите за такую жесткую формулировку и, в общем-то, дальше ничего не пойдет. Вы знаете, я еще продолжу, вот сейчас и перейду к этому новому вопросу, продолжу вот в чем. Вы знаете, некоторые или многие детали реформы военной, с теми, с которыми я знаком, они на самом деле несли рациональный характер. И в этом смысле я, конечно, желаю новому министру обороны, оборону Сергею Ишайгу, внимательно разобраться и довести в этом смысле реформы. Конечно, в ходе таких реформ, проводимых в такие крайние сроки, я сам проходил военную подготовку, я понимаю, что вопрос слаженности, боеспособности остается очень большой задачей. Вопрос не только в том, чтобы сократить количество, перейти к другому, к бригадной части организации. Это очень важно, все эти новые подразделения, вновь созданные, они должны научиться работать в рамках новой системы управления. Вот это самая главная тяжелая задача. И мне кажется, вот сегодня и офицеры, и они сегодня получают очень хорошие средства. Я надеюсь, что это все будет доведено и выполнено, и все эти деньги в конечном счете, несмотря на эти проблемы, все-таки будут потрачены рационально. Возвращаясь к оценке проблем окружения Путина, вы знаете, мне очень сложно сказать. Я не могу сейчас сказать, что это вот новая компания такая, которую так, что из этого нужно сразу делать выводы, что вот он сдает или не сдает. Вот я сейчас не готов эту тему дать окончательную оценку. Нам, мне кажется, еще не ясно. То есть, ну, по крайней мере, это не компанийщина. Здесь и сейчас, в реальном времени, на Финам.ФМ Алексей Кудрин. Продолжим после краткого выпуска новостей. Звоните, пишите. 19 часов 17 минут. Реальное время. Финам.ФМ. Меня зовут Юрий Пронько. Напротив меня здесь, в московской студии прямого эфира, Алексей Кудрин. Алексей Ильич, продолжим. Вот все, что касается финансов. Может быть, задам банальный вопрос, но, как мне представляется, крайне важное и серьезное. В обиход россиян вошло понятие распилы, да? Освоение денежных ресурсов, бюджетных денежных ресурсов. Вот вопрос больше, как к экс-министру финансов. Нынешняя система позволяет это делать? Вот в чем загвоздка, да? Все борются. Я почему я про коррупцию с вами заговорил вот в первой части нашей программы. То есть, с каждым днем постоянное все больше и больше заявлений. Мы боремся, да? Мы там этого накажем. Есть и посадки, есть посадки. Не буду отрицать, да? Но, как мне представляется, на самом деле, в этом многограннике никак не могут зацепить основной передел. Вот, на ваш взгляд, в чем причины? Причин несколько. Она комплексная. Первое. Мы сами, как общество, как государственная власть, не привыкли к выполнению определенных необходимых и обязательных процедур. Процедур заявки проекта и его, там, какого-то мероприятия полезного, там, казалось, на взгляд всех, объективно необходимого. Но проведение всех необходимых процедур и экспертиз. Вот пройти этот путь. Может, он займет чуть больше, там, на 3-5 месяцев больше. Это обычная, кстати, для западных стран практика. Но на выходе вы должны быть абсолютно уверены, что эту задачу иначе решить нельзя. Привлечены лучшие технологии для ее решения. Что в мире уже разработаны другие схемы решения этой же задачи, там, государство или частный бизнес, или население. Или, там, это не стационарная медицина, а, там, условно говоря, семейные врачи. Я говорю, как пример, так, везде уже, вот, сама система организации решения любых задач, она имеет очень серьезную практику. И нужно очень хорошо взвесить, как же это делать. Мы, вот, сами же нарушаем эти процедуры. Когда у нас, следующая причина, в предыдущее десятилетие поперли деньги от нефти, и мы в год увеличивали расходы бюджета на 20 и 30 процентов в некоторые годы, вот просто некоторые, несколько лет подряд, расходы бюджета увеличивались на 20-30 процентов. А суммарно за 10 лет у нас расходы увеличились в бюджетной системе в целом в 4 раза. Это, я вам должен сказать, что это беспрецедентно по меркам мирового. При том, что сами институты контроля, сами, как бы, вот эти механизмы и процедуры анализа, отбора этих проектов не развиты. Они просто, значит, в зачаточном состоянии. Особенно в рыночной ситуации. Где государство должно быть, а где частный сектор, где мы, вот, где эта граница между нами, кто должен чем заниматься. Вот, то, конечно, при таком вале денег, при таких минимальных качествах процедур и контроля, это очень серьезно и быстро выливается вот в такие схемы на завышении цен, так, на посредниках, в том числе и в воровство. Вот, ну, я должен сказать, вот, перед моим уходом мы подготовили программу эффективности бюджетных расходов. Вот где мы прописали мировой опыт, как... В чем суть? Вот это отработка процедур. Но, вы знаете, она начинается не с момента, вот, когда приносится какой-то проект, говорят, давайте это профинансируем. Это начинается социально-экономического прогнозирования, какие мы цели достигаем, потом, какие приоритеты перед собой ставим, и затем мы, в общем-то, все время, в течение 3-5-10 лет работаем над этими задачами. Не с насколько, давайте, вот, в этом году, мы придумали, а в следующем году это профинансируем все. Это непрерывный процесс отработки процедур решения вопросов, постоянный анализ обратной связи, анализ результативности. Знаете, я вам скажу такую вещь, за 10 лет никто не пострадал за невыполнение программ, будь то федеральных целевых, будь то отдельных проектов, будь то качество достигнутых результатов. Никто. Вот то, что мы увидели сейчас, там, выговоры министрам, это первый случай за 10 лет. А в чем причина? То есть, в личности президента, в его принципах? Причем, вот эти выговоры, они, в общем, скорее всего, не за качество результатов, а за то, что не предусмотрели каких-то средств на, вот, в рамках своих бюджетов министерства на выполнение заявленных. То есть, обещания были даны и реализованы, да? Заявленных. А как раз пока не за то, вот, о чем я говорю, не за те качественные процедуры, эффективность и результативность. Вы знаете, не всегда хочется наказывать своих, кажется, что они старались, вот, может быть, что-то еще помешало, какие-то объективные средства. Я могу вам ответственно сказать, мало что помешало. Помешала, собственно, неэффективная работа, некачественное планирование, неспособность выполнять нами же для себя же установленные правила. Вот, я как, было немножко избыточно, а может быть, не избыточно, как сегодня можно понять, жесток вот в таких вещах. И, как правило, нас, Минфин и наши контрольные органы воспринимали как назойливых, таких очень упертых и не очень там, ратующих за результат. То есть, чем угодно могли называть, бухгалтерами, там, какими-то вот, чиновниками. Потому что надо же сейчас бежать и делать. А уж какие эпитеты ваши политические оппоненты применяли, да. Вот это все, и это неспособность действовать по... Причем ведь эти планы, эти стратегии, эти правила разрабатывались. Но на следующем же шаге от них отступали. Вот, конечно, от руководителей зависит. Потому что руководители не могут знать все, как решить все задачи. Они должны опираться на специалистов. Таким образом, они должны опираться на определенную систему управления. И сохранять или поддерживать вот эти правила этой системы управления. В том числе, систему обратной связи, оценку результатов, наказание, ответственность неисполнивших. Вы знаете, мы не научились и не пришли должным образом к такой системе. Я могу со своей стороны, там, ну, понятно, все вопросы и ко мне тоже могут быть обращены. Я могу сказать, что наша страна там больше, чем на сотом месте, там, за сотое место уходит по качеству государственного управления и ряда процедур. На 60-х где-то местах стоит по привлекательности бизнеса. Я могу сказать, по качеству подготовки бюджета, я имею в виду как самого бюджета, на 21-м месте в мире. А по качеству макроэкономического прогнозирования на 22-м. Вот это то, за что я отвечал. То есть здесь мы находимся в зоне каких-то приемлемых значений. Но этого недостаточно для работы всего правительства. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот, как мне представляется, есть две причины неисполнения или ненадлежащего администрирования в государстве российском. Пункт первый — политический монополизм, в буквальном смысле этого слова. Пункт второй, и я здесь с вами соглашусь, может быть, порой дело не только и, может быть, не столько в господине президенте, сколько в том, что в свое время он принял концептуальное решение ставка на госсектор. Я имею в виду госкорпорации, госкомпании, либо компании, аффилированные с государством, контрольные блокирующие пакеты. Ксения Ильич, ведь вы же тоже участвовали в этом процессе, да? Это концептуальная ошибка? — Я согласен, что монополизм политический, безусловно, оппонирование, по сути, очень жесткое выискивание ошибок, их дискуссия, вообще обсуждение ключевых решений правительства, публичное, альтернативное, это важнейший элемент общественного контроля. Просто важнейший, ну, свобода слова, безусловно, и работа средств массовой информации без затыкания рта, без ограничений, безусловно. Потому что профессиональные средства массовой информации все равно будут более авторитетными, люди начнут к ним прислушиваться, поэтому здесь нельзя ограничивать, люди разберутся, кого слушать. К сожалению, у нас и в этом не всегда все здорово. Безусловно, политическая конкуренция — важнейшее обстоятельство. Нас подвела конъюнктура на нефть. Когда деньги идут, то кажется, что можно решить проблему не качеством администрирования организации, а количеством денег. Это то, что называется в мире ресурсное проклятие. Мы в полной мере стали зависимы от этого ресурсного проклятия. Я понимаю радиослушателей, которые скажут, так надо было правильно собраться и распределить эти деньги. Знаете, когда вам в год существенно на 30-40-50% приходит больше денег, у вас большое искушение их тут же потратить, потому что проблем много. И не выбирать ту технологию, ту схему, по которой вы будете получать лучший результат. Как бы идет все, условно говоря, по прежней схеме, может быть, менее эффективной, очень затратной. Но просто вы добиваетесь количества результата количеством денег. Вот где. И тут же мы, по сути, и на этом пути попадаем на эти откаты и другие вещи. То есть, когда же денег нет, вот, например, большинство стран не может себе позволить повышать ни на 20, ни даже на 10% свои расходы. А наоборот, секвестирует свои бюджеты. Все ведущие страны до кризиса вынуждены были, имели возможность повышать расходы, только повышая налоги. И им нужно было выдержать такого масштаба дискуссию у себя в парламенте, чтобы повысить расходы на здравоохранение за счет увеличения налогов. Что, в общем, общество стояло на ушах, как правило, каждый раз. Я, например, на примере Великобритании могу сказать, бывшего министра финансов Гордона Брауна, который каждый раз прожимал повышение налогов, но общество очень жестко его за это пилило. Ну, там, критиковало и очень жестко спрашивало. У нас такого не произошло. У нас можно было без повышения налогов и без увеличения даже в полном объеме производительности труда, роста ВВП, наращивать расходы. Вот в какой-то момент нам показалось, что количеством денег мы можем решить задачи. А все-таки решаются умения. А что касается госкомпаний, госкорпораций... Да, это тот же самый пример. Это когда считается, что государственных ресурсов достаточно, их просто нужно создать такие центры, их распределение по каким-то проектам. Все они очень существенно менее эффективны, чем в частном секторе. Потому что другой механизм ответственности. Менеджер госкомпании не отвечает в такой степени перед акционерами. Безусловно, он находится там под контролем как бы чиновников, но чиновников это тоже так меньше беспокоит. Это они рискуют не своими средствами. Поэтому эффективность государственных вложений всегда на порядок ниже. Я имею в виду там, где идет речь в бизнес. Например, через наши государственные корпорации, где идет речь о инвестировании в новые технологии, в новые проекты, в новые месторождения. Здесь эффективность существенно ниже. Задача государства исключительно финансирования того, что не может делать частный сектор. Это государственная инфраструктура, это образование здравоохранения. Вот это главная задача. Предлагаю эту тему продолжить после краткого выпуска новостей здесь в студии Финам.фм Алексей Кудрин. 19 часов 31 минута, реальное время Финам.фм. Здесь Алексей Кудрин, 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.фм для писем, наш портал в интернете. Там же идет и прямая веб-трансляция. И вот позвольте продолжить эту тематику и скоррелировать ее с эпохальным, в кавычках, к компромиссным решениям господина президента по поводу пенсионной, так называемой третьей пенсионной реформы. Слушателям Финам.фм не надо объяснять, что белое, что черное. Но я не могу честно залезть в головы ни госпожи Голодец, ни тех чиновников, которые предложили Владимиру Путину очередную реформу провести. Я затрудняюсь вообще понять их логику. То есть я, с одной стороны, понимаю, что им по поручению президента надо сократить дефицит ПФРовского бюджета. То есть прямое указание сократить прямые трансферты из Федбюджета. Все понятно. Чиновники начинают действовать. Но почему они не смотрят, ну я не знаю, с временным лагом 15, 20, 30 лет? Но ведь история же потом растает все, все точки над и им мало не покажется. Вот можете объяснить, почему, во-первых, господин президент пошел на это? Во-вторых, он действительно, получается, конъюнктурно тоже рассматривает эту ситуацию? Я объясню. Конечно, пенсионная система это та система, которой нужно закладывать правила сразу на десятки лет вперед. Потому что если вам установлены правила накапливания своих будущих пенсионных прав и формирования своей пенсии, то как-то очень странно будет звучать, когда через там 10 лет вам говорят, знаете, вот извините, мы ошиблись. Вот те 10 лет, которые вы накапливали свои пенсионные права, вы накапливали неправильно, теперь нужно по-другому. Очевидно, такие реформы подрывают доверие. Если они не продуманы и не идут в развитие, не наращивают, а меняют, по сути, эти правила. К сожалению, с такой вот именно ситуацией мы сейчас столкнулись. Я реально не поддерживаю те меры, которые Министерство труда подготовило. Но вот я попытаюсь ответить на ваш вопрос. А почему так вот получилось? Почему вот, несмотря на все и даже очень серьезную критику всех ключевых экспертных групп и международных, и внутрироссийских, правительство идет на это? Вы знаете, я прошу прощения за свой конек, на который я сейчас сяду. Но одна из этих проблем, ну, начнем с пенсионной системы, могла бы решаться повышением пенсионного возраста. Я не считаю, что это было бы сверхболезненно, потому что это требует такая система перехода к новому пенсионному возрасту. Она бы была растянута лет на 15 как минимум. Вот. И я думаю, что тех, кого сегодня реально беспокоят, там, те, кто в ближайшие 5-10 лет будет выходить, она в меньшей степени бы и коснулась. А более молодое поколение, оно не собирается жить на пенсию в 10 тысяч рублей, как среднюю к, там, своим, там, 50 тысячам рублей заработка, допустим, в Москве, или, там, 25-30 тысячам в каких-то крупных областных городах. Вот. Это, конечно, 10 тысяч, это не та сумма, на которую все собираются жить. Конечно, будут откладывать, будут вкладывать недвижимость в другие объекты. Поэтому будут, наверное, больше думать. И выйдут они в 55 или в 60 лет, через 15 лет, может быть, это меньше беспокоит. Но для пенсионной системы это ключевым является. Если этого не делать, то, конечно, очень серьезно дефицит пенсионного фонда нарастает. Он сейчас составляет 3% ВВП или 41% всех расходов пенсионного фонда, этот дефицит. Он еще в 2005 году, он был ноль. Вот. Это связано и с процессами самой пенсионной демографии, и с тем, что мы быстро наращивали расходы, пытаясь, действительно, несколько смягчить проблему низких пенсий. Вот. И здесь это наложилось еще на то, что правительство видит в себе политические ресурсы повысить, как это делают другие страны, повысить пенсионный возраст. Мы, кстати, имеем один из самых низких, даже уже на территории СНДСК. Вот. Кроме того, как ни странно, те решения по расходам на оборону, 20 триллионов, это тоже часть средств, которые ушли от других проблем, от образования, здравоохранения, инфраструктуры. Теперь посмотрите, встаньте на место министра образования, здравоохранения, который приходит и говорит, средств нет. Два триллиона ушло на пенсионный дефицит. Ежегодно, дополнительно, сверх того, что было раньше, два триллиона уходит на военные нужды, а вам ничего не осталось. И, по сути, вот часть, больше половины правительства сегодня говорит, а нам-то как решать свои задачи? Нам тоже, у нас там есть перспективы, модернизационные задачи. Нам в рамках тех же средств, даже путем оптимизации наших задач, все равно не прорваться. И, когда выяснилось, что политической воли нет на повышение пенсионного возраста, решения по военным уже приняты, от них никто отступать не хочет из принципа, то тогда нужно найти хотя бы, вот сколько сейчас на вот этом отмене получается? Ну, 300-400 миллиардов рублей. Всего 300-400 миллиардов рублей. Но тогда же эти деньги не покроют дефицит? Нет, они точно не покрывают дефицит, но они уменьшают на эту сумму дефицит. И эти средства Минтруда предложила направить на другие задачи, чуть-чуть на образование, на здравоохранение, на какие-то другие задачи в субъектах Российской Федерации, ну, распределить хоть как-то на что-то дополнительное. Понимаете, они просто загнаны в угол ранее принятыми решениями системного такого характера или неспособности их принять сейчас. Вот это был один из таких серьезных... А что же делать, Алексей Ильич, тем, кто, во-первых, а, поверил государству, когда была проведена реформа по накопительной части, Б, которые реально задумываются сейчас им 30-40 лет, да, о том, как они будут выходить на пенсию, я с вами согласен, что, скорее всего, они рассчитывают в большей степени на свои... Ну, слушайте, ну, правила игры государства устанавливают, да? Здесь я скажу, что, когда я говорю, что многие думают о том, что еще далеко до пенсии, я как раз хочу сказать, что как раз не хватит вот тех наших финансовой грамотности, нашей системы, или нашей готовности планировать на будущее. Поэтому мы считаем, что вот эта обязательная пенсия, обязательная накопительная часть, 6%, это мы с Грефом в 2002 году, там, Греф, Зурабов, Волошин, помню, мы все вместе это обсуждали, мы как раз говорили, это минимально обязательная накопительная, которая необходима, чтобы люди чуть-чуть тянулись, чувствовали накопление у себя на счете, добавляли туда, существует, кстати, программа суфинансирования. Я просто об одной скажу, если вы, каждый гражданин России, 12 тысяч рублей готов в течение года направить на такой накопительный счет, то государство добавит вам 12 тысяч рублей ежегодно, в течение 10 лет. Я хочу об этой программе напомнить. То есть было несколько форм поддержки, стимулирования, поведения, сбережения на будущее своей пенсии, потому что будущей государственной пенсии не хватит, она не будет свой... И это все должны понимать. Все должны понимать. Если в советское время на 4 работающих был 1 пенсионер, сейчас это почти подходит к чуть меньше 2 на 1 пенсионера, то через 15 лет будет 1 плательщик налогов, 1 пенсионер. Безусловно, тот объем налогов, который будет собран, не хватит для выплат достойной пенсии всем пенсионерам. Просто и объективно. Это тенденция всех стран мира. Поэтому в этом случае, в таком случае, просто единственный способ, это откладывать с будущего периода на тот момент, когда налоги плюс ваше накопленное создаст вам более-менее достойную пенсию. Ну, плюс ваши другие сбережения, кто был более успешен в каких-то других сбережениях и покупках активов. Ну, а чиновники это не понимают? То есть у них близорукость? Вот это вот здесь и сейчас надо решить и потом отчитаться господину президенту? К сожалению, да. У нас еще не всегда такое долгосрочное видение и чувство доверия. Знаете, многие думают о своих ближайших шести годах своего премьерства или своего министерства, возглавления министерства. И с него спросят за эти шесть лет, а не за будущее. К сожалению, это признак популизма. Но вот это реально... Ну, я соглашаюсь, но я всегда думал, что президент, как раз в противоположность этой группе бюрократии, должен мыслить несколько в иных временных пространствах. Разве нет? В принципе, у президента всегда здесь сложная проблема. Я бы считал, что да, президент должен был бы не согласиться с этой реформой. Внесло правительство. Правительство там прописало вот это уменьшение накопительной пенсии. Президент долго думал и принял вот такое половинчатое решение. Я не могу сказать, что это меня радует. Это все равно создает теорийские доверия и снижение сбережений у нас в стране, ухудшение финансового рынка. Это все, безусловно, так и есть. Просто это, ну, в меньшей степени, чем это было бы, если бы пошли на полную поддержку концепции правительства. Меня очень смущает еще одна тема, которую Владимир Путин педалирует. Вот, с одной стороны, с ней может согласиться, я имею в виду инфраструктурные проекты, да. То есть он постоянно жмет теперь вот вашего преемника, господина Силуанова. При мне мы были на встрече ВТБ Капитала, да, где господин президент несколько раз ему сказал по о том, что ну вы же выделите, да, на инфраструктурные проекты. И Антону Силуанову пришлось, конечно, публично сказать, да, мы выделим. Но, с другой стороны, Алексей Ильич, вы даже сами мне сказали, да, как только еще объявляется о намерении, так тарифы меняются в такой геометрической прогрессии, что за ними не угнаться. Плюс, ну это уже расхожие анекдоты, и, к сожалению, это реальность, это саммит АТС, да, и то, что там вскрылось, и даже счетная палата. Я вот хочу понять, президент, когда давит, он руководствуется ведь благими пожеланиями, начинаниями, да, но ведь, с другой стороны, я думаю, он как никто другой, тут же управление финансового контроля, наверняка ему докладывает о том, что происходит, и он самый информированный человек. Как совместить вот это, инфраструктуру, и при этом сохранить или оптимизировать госзатраты? Знаете, это тот случай, когда такого рода, как АТС и Сочи, вне, как сказать, контроля. Потому что, если сейчас туда запустить контроль и заставить все делать по правилам, то придется остановить стройки. А сроки будут сорваны, и эти мероприятия не будут проведены. К сожалению, это вот свойство такого рода проекта. Но это ненормально. Например, я могу привести пример, что когда по Сочи договаривались, то была создана специальная компания «Алимстрой», куда бюджетные средства вносятся как увеличение капитала. Вот все средства на стройки идут не как государственное строительство, которое тогда бы требовало всех правил контроля, как государственных средств. А они вносятся как уставной капитал «Алимстрой», а потом осуществляются как некая коммерческая структура «Алимстрой» по финансированию всех объектов. И остаются на балансе «Алимстрой». Таким образом, по сути, системно обходятся все действующие в России процедуры контроля государственных средств. В какой-то момент вынуждены были принять эту схему, чтобы не снизить сроки, не сорвать сроки строительства. Вот вам пример. Вот здесь, к сожалению... Вот и ответ, на самом деле. Вот, видите, это даже не мы с вами там где-то не видим заранее. Нет, мы вот как раз заранее видим, что создается схема ухода от государственных контролей. Тихий ужас. Алексей Кудрин здесь и сейчас в реальном времени на Финам.ФМ. Сразу после краткого выпуска новостей. Интерактивная часть нашей программы. Поэтому напомню, многоканальный телефон 651099,6, код Москвы 495. Для ваших телефонных звонков. Финам.ФМ. Наш портал в интернете для ваших писем. Их очень много, тем не менее, обращайтесь. Продолжим после новостей. 19.46. Это реальное время. Финам.ФМ. Напротив меня Алексей Кудрин. Ваши вопросы на 651099,6. Ваши письма на финам.ФМ. На портале идет и прямая веб-трансляция. Алексей Леонидович, прежде чем мы начнем общаться со слушателем, я не могу вам не задать еще один вопрос. Почти уже год скоро будет после первой болотной. В одной из акций протеста вы принимали непосредственно участие и выступали. Сейчас есть уже Координационный совет российской оппозиции. В общем-то, множество партий разных. Государство пошло на определенную уступку. У нас даже в сентябре прошли выборы губернаторов. К ним по-разному относятся. Особенно из-за так называемого муниципального фильтра. У вас нет разочарования. У вас нет ощущения, что протест, простите, слился. Что, в общем-то, та активность, которая была, она ушла в песок. И, в общем-то, власть, которая сидела ровно, но затем задергалась в определенный момент, можно так сказать, между парламентскими и президентскими выборами, с одной стороны, закрутила гайки, ну, а с другой стороны, успокоилась. Эти люди нам не конкуренты. Хочу ваши мысли, ваши размышления. Все-таки вот уже год почти. Вы знаете, я тоже, как и многие, надеялся на то, что подвижки в части реформирования политической системы, политической конкуренции будут больше. Они были частичны. Я, кстати, считаю, мы недооцениваем акт нового закона о регистрации партии. В нем некоторые видят даже некую там риски, связанные с тем, что эти партии теперь будут много и мелких, и ими будут тоже манипулировать или создавать спойлеров для хороших партий. Ну, что ж, наверное, нам нужно будет пройти этот период становления. Он, скорее, правильнее, чтобы тогда было больше и партии было регистрировано проще, чем наоборот. Чем то, что было до того. Вот сейчас ситуация, я считаю, лучше. И, конечно, очень многое зависит от опыта лидеров, политиков, которые должны создать более авторитетные партии, консолидироваться в конечном счете. Наверное, такая консолидация не пройдет за один выборный цикл. И много набьют шишек на следующих парламентских выборах. Но зато, я думаю, что мы, в общем, стоим у эпохальной черты вот этого наращивания нового политического поля или политических институтов, которых, в конце концов, сыграют такую роль. Ну, я хочу сказать, что я больше того скажу, это же не просто происходит от желания нас жить в демократическом мире и более открытом, прозрачном. В общем, это предъявлено неким экономическим развитием. Это, знаете, завершение буржуазной революции. Это защита определенных прав собственности, защита, в принципе, гражданских прав. Представь, что мы, пережив там 70-летие советской власти, когда отбивали эти все стимулы и поведение. Это с желанием. Да, с желанием. Которое, кстати, у нашего старшего поколения еще очень сильно висит в нем. Не надо выпячиваться, не надо вылезать. И вообще называться иностранным агентом, это худшее, что может быть. Мне мама моя говорит, прекрати власть критиковать. Постоянно. Потому что наши деды и отцы, многие пересидели за это. За какие-то наветы, связанные с международной, даже с деятельностью. И мы, в общем-то, еще даже сами, вот наше поколение, не 52, мы еще чувствуем, как это произошло. Вот, с нашими старшими товарищами. Поэтому, вы знаете, мы сейчас переживаем вот это наше новое поколение, в том числе та молодежь, которая не жила при Советском Союзе. Вот этот очень интересный эпохальный переход. Причем, я все время называю, на последних выборах впервые избирателей до 40 лет было больше, чем избиратели старше 40 лет. Которые не чувствуют вот этих, может быть, опасений, ограничений, хотят жить в демократическом мире. Поэтому мы, в общем-то, проходим интересную черту. И это все неспроста, все, что произошло. Но только это не значит, что она за два, за три года мы сумеем перенять лучшие практики и стандарты таких избирательных систем, политических систем, наработать свой исторический опыт здесь. Какой временной лаг даете? Я даю лаг становления этой системы от 20 до 30 лет. Но, знаете, зато это будет интересное время. И это качественные изменения. Да. Мы здесь к каждому следующему шагу будем иметь интересные результаты. То есть они будут заметными. Уже через пять лет они будут заметными результатами. И мы уже пойдем с большим энтузиазмом на выборы. Через еще очередные пять лет, если не изменятся эти сроки, мы с большим еще интересом повидимым. Ну, к сожалению, на таких процессах есть и падение, и взлет. Поэтому я абсолютно не разделяю тех, кто там вообще использует формулировки там протест слился. Он не слился, он просто был другой, рассчитан был на другое, на какие-то быстрые результаты. Ну, мы живем в таком мире, где Россия вообще более развитая страна, чем там арабские страны, на которые кто-то сейчас там обращает внимание. Может быть, чуть меньше, чем восточная Европа, прошедшая уже больше свой исторический период в рамках таких демократических институтов. Поэтому мы где-то посередине. И у нас будет все по-другому. И не так, и не так. Тем не менее, может быть много чего. И мы все участники этих событий конца 80-х, начала 90-х. И много кто-то был на митингах. Вот в этот период, когда, по сути, запрещалось советское КПСС, когда, конечно, разворачивались партии. Вы исключаете революционный вариант развития ситуации? Сейчас, я думаю, что для него практически нет оснований. Но та доля населения, которая теперь отмечает это как возможной, то есть она сама не готова в этом участвовать, но говорит, что это да. Вот она стала как-то говорить, что это возможно, или как-то спокойнее к этому относиться. Она настораживает. Ну, думаю, что это скорее такой гипотетической оценки, чем реальные какие-то процессы. Так что, думаю, нас ждет скорее эволюционный период, расширение свобод, расширение свободы слова, и конкуренции политической. Через некоторые трудности придется пройти. Вот, я думаю, сегодня у тех больше перспектив, кто готов шаг за шагом проходить определенные трудности вот этого становления. Алексей Ильич, но эволюционное развитие ситуации подразумевает встречное движение с двух сторон, не только снизу, но и сверху. На ваш взгляд, человек, которого вы очень хорошо знаете, очень долго знаете, который подчеркивает всегда, что вы его личный друг, он готов пойти на эти реформы, на ваш взгляд? Он готов будет демонтировать ту систему, которую создавал последние годы? Знаете, я за него сказать не могу, я зимой там больше выжидал, но я повторяю, что он человек прагматичный, и мне кажется, объективный процесс, который происходит, в конце концов скажут свое. Надевайте гарнитуру, пожалуйста. 65, 10, 99, 6, код Москвы 495, здесь Алексей Кудрин. Пожалуйста, господа, ваши вопросы. Вы в эфире, вечер добрый. Алло. Здравствуйте, вопрос к Кудрину. Да, как вас зовут? Можно записать? Нет, вы прямо в эфире, как вас зовут? А, Анатолий Васильевич. Да, Анатолий Васильевич, пожалуйста. Алексей Леонидович. Да, я вас слушаю. У меня к вам такой вопросик. Во что лучше вкладывать денежку? В негосударственный пенсионный фонд или в старинный антиклариат, чтобы мой ребенок не остался на бабах, как я в старости остался. Да, спасибо. Спасибо. В целом, негосударственные пенсионные фонды имеют разумные для таких целей программы сбережений. Антиклариат, это неплохо, но, вы знаете, не все из нас хорошо разбираются в этом. Поэтому, как правило, это дело только специалистов, правильно вкладывать в антиклариат. Поэтому это, если вы специалист в этом, то да, если рядом с вами нет специалиста, то я все-таки за государственный, как и негосударственный пенсионный фонд, так и есть так называемые государственные частные управляющие компании размещения государственных ресурсов. Поэтому я вполне доверяю и сам вот сейчас собираюсь перейти из государственного в негосударственный. пенсионный фонд. Алексей из Вологодской области пишет. Я подсокращу сейчас вопрос. Алексей Ильич, я вас попрошу лаконично дать. Сейчас у нас не так много времени осталось. Спасибо за эфир, спасибо за гости. Но почему нет реальных рецептов выхода из сложившейся ситуации? Реальные рецепты — это политическая конкуренция и общественная дискуссия. Наш комитет гражданских инициатив, опираясь на известных людей, известных журналистов, пытается создать вот ту дискуссию обсуждения этих ключевых вопросов. Михаил пишет. Вопрос Алексею Ильичу. Как вы считаете, нужен ли в России мегарегулятор, имеется в виду финансовый мегарегулятор, в США и Европе Центробанки и органы регулирующие рынки ценных бумаг действуют раздельно, и это кажется оптимальным вариантом? Зачем же объединять ЦБ и ФСФР взгляд кудринам? Согласен. Здесь есть и плюсы, и минусы. Это не является обязательным, но у мегарегулятора есть свои хорошие преимущества, потому что они регулируют отдельные сектора от одного и того же рынка. Поэтому в мире считают, что если бы это было возможно, то, наверное, создание мегарегуляторов в каждой стране, то это было бы хорошо, но это зависит от традиции, от распределения полномочий между Центробанками и правительствами, поэтому это не так быстро все преодолеть. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Сергей. У меня вопрос от Алексея Леонидовича. Алексей Леонидович, вот Оксана Дмитриева в свое время критиковала вас, будучи министром финансов, да и сейчас критикуют у вас в том, что средства резервного фонда используются не так целесообразно, как хотелось бы. Они вкладываются в экономику другой страны под более низкий процент, в то время как берут займы более высокими процентами. Развестите, пожалуйста, вашу позицию. Спасибо, Сергей. Спасибо. Дело в том, что в резервном фонде располагаются валютные средства страны. Валютные средства страны никогда не могут использоваться внутри России, в рублевой зоне. В принципе, по определению. Поэтому все, что заработано как валютный ресурс, может находиться только в резервных фондах, размещаться на западных счетах. Поймите, валютная, как бы рублевая зона не допускает обращения на свою территорию долларов. Если мы это все-таки, как правительство решаем, то мы берем из резервного фонда доллары, приносим центральный банк, он печатает рубли, выдает правительству и тут же размещает эти доллары на мировом рынке. То есть в любом варианте эти резервы будут размещены на мировом рынке. Это запас любой страны. Но еще больше это у Китая, на который многие любят сегодня обращать внимание. В данном случае Дмитрия просто не права, она как бы игнорирует ключевые законы денежного обращения. Клинич, ну и закончим наш эфир письмом Александра из Петербурга, который пишет спасибо за собеседника. Жаль, что таких людей, понимающих и болеющих за Россию, в руководстве нашей страны слишком мало. Надеюсь, что Алексею еще много удастся сделать для России. Спасибо вам. Спасибо большое. Алексей Кудрин был сегодня в «Реальном времени» на Финамо ФМ. Сер�로, соответствующее,